Походите в магазин, покажу Я вижу, что никто не ездит здесь особо Ну вот уж точно Такой мини-мотард, чем его едят, стоит 136 тысяч рублей в стоке Это от 300 до 500 рублей за сессию Это по поводу участия в соревновании А любой липидбайк можно сделать мини-мотардом Защита руля, нам нужна резина, воспользоваться услугами трека Готовый мини-мотард Вторая партия будет где-то в конце лета Друзья, всем привет! Мы находимся на парковке перед нашим торговым центром Где располагается магазин JazzMod На нашей парковке огромное количество мотиков Которые приезжают сюда, чтобы затариться в этом торговом центре Ну и конечно же в нашем магазине И сегодня речь пойдет о мини-мотарде Но начнем мы со спортбайков Потому что спортбайки это то, что мы привыкли ощущать Что на них едут очень быстро, они шумные И на них ездят очень крутые ребята Но ребята, давайте я вам дам один лайфхак, как определить Крутой чувак едет на этом заряженном спортбайке Или новичок Всегда смотрите на заднее колесо И если колесо стерто только посередине, а бока у него новые Это означает, что пилот ездит только прямо И как правило он может только выкрутить ручку газа От светофора до светофора Или прокатить свою подружку А потом сделать крутой мемас Что четыре колеса возят тело, а два душу и прочее Мы считаем по-другому Что мотик создан для того, чтобы ездить максимально быстро на нем Обрастать скиллом И развивать технику вождения Поэтому, конечно же, эти спортбайки Созданы для того, чтобы на них валить на треке Но Если посмотреть на нашу действительность Это дорого Потому что на нем можно упасть И его ремонт будет стоить неподъемных бабок Второе Это очень опасно Эти мотики развивают скорость от 200 до 300 км в час И валить на них в повороте могут только профессионалы Поэтому мини-моторт, о котором пойдет сегодня речь Является отличной альтернативой Спортивному катанию на асфальтовых треках Конечно же, я не призываю никого Валить на этих быстрых и мощных мотиках по городу Потому что это является абсолютной глупостью И опасно как и для райдеров, так и для окружающих людей Я предлагаю лишь одно Занимайтесь мини-мотортом Это будет развивать у вас скилл вождения мотиком Который вы никогда не приобретете Когда вы ездите просто по прямой на Воробьево горы и обратно На мини-моторте вы будете валить во всю дырку Вы будете падать, вставать, снова падать И чувствовать вот эту максимальную грань Когда вы можете ехать на питбайке Начните заниматься мини-мотортом Это бюджетно Это относительно безопасно И это позволит вам получить Такие навыки управления мотоциклом Которые вы никогда не получите Просто катаясь по городу И плюс Технику можно взять в прокат и не обязательно ее покупать И даже если вы захотите ее купить Это стоит доступных денег На максималках И у него опять же Абсолютно не используют собака О чем? Братан, свое колесо покажу Заходите в магазин, покажу Братан, свое покажу, еще в магазине Какое колесо? Никогда смотри, братан, как ты так ездишь Я вижу, что никто не ездит здесь особо Вообще никто А? Вообще никто, да? Особо никто, да Ну-ну Неплохие движения Мне нравится очень Смогу ли я сделать так же Не знаю Ну вот уж точно И давайте сегодня разберемся Что такое мини-мотард в цифрах Сколько нужно потратить на мотик, чтобы он мог ехать в повороте с коленкой Где можно кататься У кого можно научиться Что нужно докупить к стандартному питбайку, чтобы он стал мини-мотардом И выведем эту финальную цифру Которая скажет вам о том, что это доступно очень большому количеству райдеров Тем более тех, кто может себе позволить купить японский спортивный мотоцикл И, кстати, если вы посмотрите на заднее колесо питбайка, который валит в мини-мотарде То вы увидите обратную ситуацию Бока у него будут стерты наглухо А середина будет новая Это означает, что мотик едет всегда в поворотах Полный газ И стирает резину по назначению Ну что, не будем тратить время зря Пойдем в магазин И там уже продолжим наш разговор Ну что, друзья Друзья, мы находимся в магазине джазмота И здесь огромное многообразие питбайков И очень логичный вопрос, который у вас возникает А любой ли питбайк можно сделать мини-мотардом? Или это должна быть пушка-гонка, специально адаптированная под мини-мотард? Ответ здесь прост Если вы просто планируете кататься по асфальту Или заниматься стандрайдингом То это просто питбайк на шоссейных колесах Если вы собираетесь валить по картинговому треку И заниматься мини-мотардом То это подготовленный питбайк под мини-мотардом Да, вы ничего не поняли Давайте я сейчас расскажу вам про это более детально Итак, вы должны знать две основные разницы Питбайка на шоссейных колесах и мини-мотарда Давайте поговорим более детально про первую категорию Под первую категорию подойдет практически любой питбайк Ну, кроме самых детских и самых маленьких Практически стандартные все самые популярные БСЕ, Кайо, Аполики На колесах 14-12 и 14-17 На эти модели вы можете поставить колеса для супер-мото Они так и называются Это идет комплект разношироких колес То есть вы можете увидеть, что переднее колесо уже диск, чем заднее Они 14-го диаметра Вы на них можете поставить резину 14-14 Она есть у нас в наличии Она тоже разноширокая Вы видите, что переднее колесо уже, чем заднее Это не слик Вы видите здесь определенный протектор То есть вы можете ездить, в общем-то, на ней по дождю Ну и даже иногда, наверное, выезжать на легкий грунт И так как она не слик, она будет иметь кое-какой держак Итак, по стоимости Комплект дисков 12-990 И резина в среднем перед 3-500 За около 4200 То есть у нас получается около 20-ти тысяч комплект колес Но только знайте, что это не мини-мотард Это просто питбайк на мотардовой резине На нем вы можете заниматься стандрайдингом На нем вы можете ездить по дачам Ну и по дорогам-то ездить как бы нельзя Поэтому вы можете там просто передвигаться Но если вы хотите заниматься мини-мотардом И оттачивать свой скилл в шоссейно-кольцевых гонках То вам нужно будет заморочиться посильнее Итак, что вам необходимо Первое и основное Рама у вашего питбайка, которую вы хотите подготовить под мини-мотард Должна быть прочной и с дополнительными усилениями Поэтому, чтобы не промахнуться Берите питбайк не из самого бюджетного сегмента То есть питбайк, который стоит 60 тысяч рублей 125-ка самая базовая Ну, конечно, вы должны понимать, что она вам не подойдет Поэтому, если вы хотите строить нормальный мини-мотард Смотрите на питбайке уже такого спортивного сегмента Это, пожалуйста, GMC, UCF Некоторые модели Apollo Кто-то даже строит из мини-мотарда из Каю Посмотрите, чтобы рама была прочная С дополнительными усилениями Потому что мини-мотард – это не мотокросс Где мотоцикл чаще всего падает в грунт И падение происходит с не очень высокой скоростью Мини-мотард – это всегда высокая скорость Это асфальт, это поребрики И это столкновение Поэтому, если рама у вас будет а-ля Ирбис Или тонкая, без дополнительных усилений То, поверьте, после второго падения Она у вас уже будет в узле И вы будете ехать, как на дедовском Ижаке Когда колеса смотрят вот так вот Поэтому первое и основное – рама Все Второе – это колеса Это диски Только не 14-14, а 12-12 Это мотардовый, мини-мотардовый размер И тут у вас есть определенный выбор Вы можете пойти по бюджетному сценарию И купить комплект дисков за Одно стоит 4 800, то есть комплект это 9 600 Или пойти по второму сценарию Если вы планируете очень быстро ездить в мотарде И результат круга И ваша скорость для вас имеют очень важное значение Покупайте серьезные диски Это легкосплавный алюминиевый диск Трехспицевой В золотом исполнении Да, ребята, это золото Но есть, кстати, еще черный мат Пожалуйста, на ваш выбор Вы спросите у меня, почему здесь два диска Два диска – это потому, что на мотарде GMC 3.0 Установлена вилка с двумя суппортами Соответственно, все как на большом спортбайке Чтобы стоковые тормоза тормозили у вас эффективно Здесь установлены два диска Но вы также можете снять один тормозной диск И установить этот диск на свою стандартную вилку Как бы без проблем Этот диск стоит, вернее, комплект стоит 16 400 То есть один диск стоит 8 200 Но при этом он прочный, легкий И подходит для профессионального мини-мотарда Что по резине? Резина здесь устанавливается у нас 12 12 Она бывает разных компаундов Есть medium, есть soft Самый распространенный выбор – это mitos В среднем стоимость баллона составляет 4 400 И вот это получается 9 000 рублей резина 16 либо 9 000 рублей диски То есть за 18 000 рублей у вас будет комплект колес для мини-мотарда Да, по резине есть и более дорогие резина таких марок, как PMT Итальянский бренд Но, вы знаете, немногие себе могут позволить один баллон за 8 000 рублей Поэтому резина mitos – это самый популярный выбор мини-мотардистов Второе Вы, так как вы будете постоянно ехать по асфальту, закладывать в разные стороны и будете падать Вам необходима защита руля Только она имеет отличие от кроссовых простых лопухов пластмассовых Потому что внутри идет алюминиевый корпус Это необходимо, потому что падения в мини-мотарде жесткие И чтобы не ломать ручки, особенно если гонка, то это вообще критично Потому что если вы потеряете сцепление или ручку переднего тормоза, то гонка у вас точно проиграна Поэтому это необходимая вещь Стоит она недорого Ссылочку на нее мы оставим в описании По-моему, комплект стоит около 1800 рублей за пару Поэтому если вы взяли питбайк на стоковых подвесках То вам придется купить регулируемую вилку Fastace И задний амортизатор с баллоном DNM По подвескам, если вам интересно, можете посмотреть наш предыдущий ролик про тюнинг на питбайк Где мы об этом детально рассказывали Ну и финально снимайте к чертям фару, стартер, аккумулятор Все лишнее навесной вам не нужно Это лишний вес И это лишняя история, которая может отвалиться при падении И, по-моему, в гонку вас никогда не допустят с фарой Вот, по сути, это все, что вам необходимо сделать Чтобы превратить ваш питбайк в минимотар Давайте приблизительно посчитаем, сколько же это стоит Так как мы решили, что питбайк должен быть на относительно мощной и доступной раме То можно, по сути, взять питбайк GMC 110S Потому что у него идет хорошая пространственная рама с усилителями и алюминиевый маятник Стоимость его в розницу составляет 77 тысяч рублей Сюда мы прибавляем 18 тысяч рублей Это два литых диска и шоссейная резина MITOS Слики Сюда мы прибавляем защиту руля 1800 рублей И получаем в среднем бюджет около 100 тысяч рублей По сути, на этом байке вы можете уже смело выезжать тренироваться Ах, да, забыл Двигатель Конечно же, вы должны понимать, что на двигателе 110 или 125 кубов Вы можете тренироваться только по закрытой парковке Либо тренировать повороты с конусами Чтобы конкретно и интересно валить по картодрому Вам нужен двигатель, начиная от 140 кубов и заканчивая 160, либо 190 Но, на самом деле, как говорят наши инструктора, например, Леха Смирнов Что двигатель 125, этого достаточно, чтобы тренироваться на картодромах закрытого типа Но если валить на открытых треках, таких как Ферсановка, Лидер То, конечно же, на 125 вам там будет скучно Вам необходим двигатель 160 кубов Соответственно, на питбайке, в зависимости от того, какой вы купите Имейте в виду, что вам необходимо будет купить двигатель Стоимость 160 UX 39 900 рублей Наличие есть Оставим вам ссылку на категорию двигателя в описании Но есть и второй способ И, по моему мнению, он является наиболее адекватным Это купить уже готовый мини-мотард И поэтому сейчас мы отправляемся с вами на картодром Лидер Где из уст многократного чемпиона по мини-мотарду Лехи Смирнова Вы узнаете о новом мотарде 3.0 GMC Он сделает на нем мини-обзор Вольнет на нем как следует Расскажет, как он себя ведет на трассе И поведает вам, где тренироваться Сколько это стоит Как правильно подходить к этой дисциплине мини-мотард И расскажет вам о том, насколько это необходимо Любому райдеру, будь то профессионал Или вы просто любитель городского катания И как это будет вам полезно Когда вы просто после тренировок по мини-мотарду Будете выезжать в город И будете ехать на полнейшем контроле Темыч, ну что, финалимся? Я поехал на Лидер, там Леха ждет Да, все, Лех, давай, привези ценный материал Добро А, ты ничего не забыл, Лех? Да, что забыл же Но мы обещали каждом ролике делать какой-то конкурс Поэтому сейчас мы также разыграем Чтобы вы не заморачивались Сертификат на 2000 рублей Который можно будет обналичить в магазине Джазмота Либо здесь, либо на сайте И купить абсолютно, что вы хотите Экипировку, запчасти, аксессуары Вплоть до солнцезащитных очков Или использовать его в общей стоимости вашего заказа Кстати, на будущее у нас есть разного номинала сертификаты Поэтому мы разыгрываем в этом видеоролике сертификат на 2000 рублей Правила будут теми же максимально простыми Пишите любой коммент под этим видео И чей коммент будет самым свежим На тот момент, когда мы будем определять победителя Станет победителем Мы определим его и расскажем вам в следующем выпуске Поэтому дерзай, пиши комментов сколько угодно И чей коммент будет самый последний, будет победителем Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Лето наконец-таки началось Началось оно резко и внезапно В связи с пандемией, которая нас немножечко притормозила Сегодня мы расскажем про то, что такое миниматарт Чем его едят и зачем он вообще нужен Класс миниматарт впервые появился в 2013 году в России С тех пор уже достаточно много времени прошло Все думают, что миниматарт, кольцо это дорого На самом деле это все очень доступно Если несколько лет назад у нас была возможность ездить только летом Сейчас мы ездим круглый год Сезон 2020 мы начинаем с новым миниматардом от GMC Новое поколение байков от GMC строится на новой трубчатой раме Двигатель в стойке 160 EX Два клапана На данном байке задний амортизатор DNM без баллона с регулировками Но возможно поставить сюда и амортизатор с бачком Этот миниматарт отличается от предыдущих байков Тем, что у него два дисковых тормоза спереди Ну и вообще такая очень смелая и нестандартная компоновка для миниматарда Подготовку к этому лету мы начали еще с осени Только мы начали не так, как раньше смотрели фотки и пролистывали видео прошлого сезона А мы реально ездили, гонялись и тренировались Это мы делали в крытых картодромах Помимо тренировок мы еще участвовали в соревнованиях За зиму количество участников выросло в геометрической прогрессии Вы можете это увидеть по нашим роликам Или же по стартовой решетке, которая будет на первом этапе в этом году Итак, ребят, теперь расскажем про бюджет Бюджет непосредственно для того, чтобы этим заниматься Тренироваться, участвовать в соревнованиях Вот, например, данный аппарат стоит 136 тысяч рублей в стоке Что мы на него ставим? Мы ставим на него резину Если нужно, там, улучшаем тормозную систему, улучшаем мотор И, в принципе, это вполне готовый снаряд для тренировок Или же для участия в любительских соревнованиях Внешне тут, можно сказать, практически два одинаковых байка Но не все так просто Этот байк полностью стандартный За исключением резины и защиты рук Этот байк мы непосредственно делали уже для продвинутых райдеров Мы поставили сюда машинку бройли производительную тормозную Здесь стоит задняя подвеска с баллоном ДНМ Данного тюнинга вполне достаточно Для того, чтобы продвинутый райдер почувствовал себя вполне уверенно на любом треке Ну, ребят, а теперь самый интересный вопрос Это финансовая сторона Что нужно для того, чтобы стать участником гонок по мини-мотарду? Первое Это экипировка Экипировка здесь на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет Кто-то может взять новый комбинезон Кто-то может взять булушный Где-то, так сказать, на просторах нашего интернета Вот И тот, и другой вариант, в принципе, вполне подойдет для того, чтобы Выкатываться на трек, участвовать в соревнованиях и так далее Обязательно костюмы используйте слитный Почему? Ну, просто он лучше сидит Дальше Шлема Шлема можно использовать как кроссовые, так и асфальтовые Тут кто-то, что гораст Каких-то предпочтений особо нету Дальше Это непосредственно мотоцикл Мотоцикл новый Цена вопроса от 100 до 150 тысяч рублей Это за вполне подготовленный мотоцикл для тренировок и соревнований Для продвинутых райдеров нужны более производительные запчасти Которые стоят, соответственно, существенно дороже Их китайских аналогов Ребят, первая партия байков уже раскуплена Вторая партия будет где-то в конце лета Собственно, по этим байкам мы на них покатаемся Как следует их изучим И сделаем работу по усовершенствованию Для того, чтобы заниматься мини-мотардом Нам нужно что? Байк, защита руля Обязательно, иначе при первом же падении у нас пострадает руль или рычаги Дальше что нам нужно? Нам нужна резина Резина у нас сейчас два варианта всего Первый вариант, самый доступный, это MITOS Второй вариант, это дороже, круче Это Италия, это ПНТ Собственно, что еще нужно? Еще нужно вам это воспользоваться услугами трека Треки у нас сейчас в Москве есть несколько открытых Как правило, средний ценник на покататься Это от 300 до 500 рублей за сессию Либо в районе там 2-3 тысячи рублей за трек день Тренировки нужны, собственно, чтобы отработать навыки Навыки вождения, их улучшать и двигаться вперед Ребята, а если вы не умеете ездить Или стесняетесь, боитесь чего-то Вы можете всегда обратиться ко мне Написав мне в инстаграм Или же в каких-то других социальных сетях Я с радостью с вами поделюсь опытом И предоставлю вам все необходимое в аренду Ну что, ребят, я предлагаю обсудить интересный вопрос Финансовый Это по поводу участия в соревнованиях Я уже катаюсь седьмой год Участвую За это время было выграно несколько сезонов Как в личном, так и в командном зачете Собственно, что могу сказать Я выступаю на профессиональном уровне И в среднем сезон мне обходится 200-300 тысяч рублей И это все под ключ Это когда есть поддержка механика Это вся логистика Это затраты на все расходники Вот где-то примерно такой бюджет Если сравнивать его с большими гонками С супербайком То там в среднем 1100-120 стоит выходные погонять Вот А здесь за примерно такой же бюджет Мы можем взять снаряд На котором мы можем и тренироваться И гоняться И в то же время кайфовать Ну что, давайте посмотрим этот байк в деле Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а мы напоминаем вам, что наш магазин находится на метро Авиамоторная в торговом центре Спортекс Субтитры сделал DimaTorzok По аксессуарам и запчастям на питбайк Поэтому дерзайте Приезжайте к нам в гости И не забывайте про маску ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА